Здравствуйте! Вы смотрите Geek Movies! Как воскресят Стива Тревора? Почему на самом деле это грустная новость для Чудо-женщины? И какими вообще способностями обладает злодей? В общем, поговорить есть о чем, а значит, следующие несколько минут будут интересными. А как вы считаете, кто победит в битве Дианы и Черной Вдовы и чей фильм окажется лучше? Оставляйте свое мнение в комментариях, а мы начнем! По сюжету проходиться не будем, его мы описали в прошлых разборах. Злодей Максвелл Лорд хочет контролировать планету, обманом добивается расположения граждан, однако Диана ему не верит. Но прежде чем дойти до Максвелла, ей придется столкнуться с его подружкой Гепардой, которой Лорд выдаст суперспособности. Параллельно воскреснет Стив Тревор, а Диана сменит костюмчик на более эпичный. Вкратце это все, а если вам нужны подробности, вы можете оценить прошлый разбор. В этом мы сосредоточимся на деталях. Первое. Ребята креативно подошли к неспособности Чудо-женщины летать. Это проблема киновселенной, ибо в комиксах Диана летает спокойно, но Зак Снайдер, как мы помним, хотел сделать девушку более реалистичной и убрал данный навык. В итоге Чудо-девочка, что в Бэтмене против Супермена, что в своем сольнике, лишь далеко прыгает Аки Халк. Однако трейлер сиквела показал, как проблему решат во второй части. Диана будет летать, цепляясь за молнии, скорее всего, гейжи вызванные. Смотрится это гораздо эпичней, да и с сюжетной точки зрения вопросов никаких. Ведь речь о дочке Зевса, и логично, что с молниями она, но ты. Приятно, что так как фильм завершен, графики в трейлере вопросов никаких. Warner Bros. проделали огромную работу, и логично, что ребята хотят выпустить фильм именно в кино, избегая стриминг-сервисов. Довод Кристофера Нолана в очередной раз продемонстрировал, что ни о каком ухудшении качества кино или зрителей речи не идет. Разница лишь в том, сколько души создатели вкладывают в свои детище. Кто-то запускает одноразовые проекты, а кто-то, как ребята из Raid, анимирует все свои 500 чемпионов с помощью костюмов для захвата движений. Только подумайте об объеме работы, ведь речь не просто о картинках. Все 500 чемпионов держат оружие, сражаются, персонализируются и выражают эмоции. И Raid не спасал перед проблемой, потратив безумные ресурсы на такую детализацию. Да и на вариативность тоже. Представьте, сколько миллиардов комбинаций команд можно составить из такого количества героев. Не мудрено, что сделанная с любовью игра покорила миллионы поклонников. Ибо помимо атмосферной кампании, битв на арене с другими персонажами и масштабных подземелий, есть и еще кое-что. Неудержимая тяга создателей к совершенству. Обновления выходят постоянно, и в сентябре перенастроили более 20 чемпионов. Сделав арены еще более соревновательными. Также в игре появилась локация Кузница, где можно не теряя времени сразу создавать высококачественные артефакты. С точки зрения игрового процесса коллекционная фэнтези-рпг Raid Shadow Legends одна из самых продуманных и сложных игр. И играть в нее можно как на телефоне, так и на ПК. Поддержите наш канал. Качайте Raid по ссылкам в описании, и в качестве нового игрока получите 3 древних осколка, запас энергии, 100 тысяч серебряных монет, а также крутого чемпиона Палача. И поторопитесь, бонусы будут действовать только следующие 30 дней. Перейдем к, пожалуй, главному вопросу, ответ на который, наконец, дал трейлер. В чем же заключаются суперспособности Максвелл Лорда? Мы видели, как он обещает людям исполнить все желания, а после видели, как Чудо-девочка бежит вокруг хаоса, вызванного данным заявлением. И, наконец, мы четко можем рассказать, что происходит в данном отрывке, показано, как злодей выступает в Белом доме, а телевизоры включаются сами собой по всей планете. В одном из кадров мы также видим, что Чудо-женщина дерется с охранниками Белого дома, очевидно, пытаясь этому помешать. А затем, ближе к концу трейлера, видно, что Максвелл Лорд вскидывает руку, высвобождая некую энергию. Дело вот в чем. Каким-то образом, злодей стал обладателем одного из мощнейших артефактов DC – Камня Мечтаний. Девайс позволяет в прямом смысле исполнять желания любого, кто смотрит на него или его хозяина. То есть, Лорд в прямом смысле предлагал планете исполнение желаний и специально включил себя на всех телевизорах, чтобы его видел каждый. И каждый смог загадать что-либо. Это действительно исполнится, так уж работает артефакт. В чем загвоздка? Загвоздка в том, что Камень был создан богом обмана, и он исполняет желания так, что пожелавший здорово пожалеет. К примеру, если вы попросите богатства, огромный мешок с деньгами может появиться прямо у вас над головой, мгновенно вас убив. Максвелл в фильме сделает то же самое, только со всей планетой. Представьте, сколько людей будут убиты и покалечены своими же желаниями. А какие желания будут загадывать преступники, злодеи и прочие нечистые на руку ребята? Хаос наступит невероятный, и теперь сценам из прошлых трейлеров, где Диана бегает по городам, пытаясь навести порядок, есть объяснение. Есть объяснение и сценам, где чудо-девочка толкает машины в Иране и гуляет в бункерах. Ответ кроется там же, представьте, какие желания заказали у Камушка диктаторы, и все станет понятно. Сюжет намечается интересный, а заодно объясняющий, как Стив Тревор вернется к жизни. Для Камня нет ограничений в мощи желания. Очевидно, Диана тоже смотрела трансляцию Максвелла, а желание у нее на протяжении многих лет только одно – вернуть Стива Тревора к жизни. И Камушек с удовольствием его воскресит. Но правила никто не отменял. За этим последует что-то плохое. Что именно? Трейлеры не дали ни единого намека. Однако попытаться предсказать можно. Самый простой вариант – воскрешенные люди будут жить, пока живет Камень Мечтаний. Учитывая, что увидев все ужасы, Диана обязательно захочет разрушить артефакт под колочевиден. Девушке придется это делать, понимая, что она потеряет Стива Тревора во второй раз. Ну а из более экзотичных вариантов можно представить, что Стив переметнется на сторону злодея или даже окажется каким-нибудь злым клоном самого себя. Или, допустим, его воскресили ценой жизни матери Чудо-женщины. Но мы все равно считаем, что по итогам фильма парень каким-то образом выживет и проживет с Дианой счастливую жизнь. Хотя бы потому, что убивать его второй раз было бы глупо. Не будем погружаться в теории и отметим лишь одно – история с Камнем Мечтаний – это факт. К сожалению, из-за коронавируса даты выхода фильмов перемешались и произошел забавный казус. Ибо переносят только кино, а книгам на пандемию плевать. И вышло так, что детская книжка по Чудо-женщине 1984 вышла еще в июле. Она, конечно, не стала полностью пересказывать фильм, но кое-какие детали засветила. Камень Мечтаний среди них. Мы не будем вдаваться в спойлеры и попросим вас быть осторожней. Из книги их может вылезти много. Ну а мы скажем только, что сюжет намечается мощный, с угрозами, третьей мировой, шпионскими интригами и, конечно же, ядерным оружием. Вернемся к трейлеру. Гепарда стала его украшением, и нам даже дали первый взгляд на злодейку в финальной форме. А заодно на то, как она дойдет до жизни такой. В одной из сцен Барбара, будучи человеком, говорит, что она хочет быть сверххищницей. Абракадабра, Гепарды являются сверххищниками, и Камушек Мечтаний сделал девушку супергероиней. Таким образом, DC отошла от канона, ибо в комиксах Гепардой Барбара стала благодаря древним богам и раскопкам. Здесь способности ей даст Максвелл Лорд, и, разумеется, где-то будет ловушка. Скорее всего, Ловушка в том, что Камушек немного замутит рассудок Барбары, сделав ее злодейкой. К слову, здесь есть забавная теория. Многие считают, что именно Максвелл Лорд станет отцом супергероя в киновселенной DC. Очевидно, что во время просмотра трансляции из Белого дома многие будут загадывать желание суперсил для себя и своих детей. И, возможно, таким образом киновселенная создаст историю происхождения Флэша и других мета-людей. Ну а подарок от бога обмана в том, что не все мета-люди будут добрыми, и в итоге суперзлодеи будут насиловать планету похуже обычных террористов. Отвлечемся от эпика деталями поменьше. Один из первых кадров трейлера демонстрирует амазонские игры, которые в киновселенной являются прародителем игр олимпийских. В «Чудо-женщине» 1984 будут флэшбеки. В них маленькая Диана, видимо, будет выступать со взрослыми амазонками в различных соревнованиях. Возможно, где-то во флэшбеках спрячут и информацию о Камне Мечтаний, связав Максвелл Лорда с амазонками. Собственно, по той же аналогии, как флэшбеки первого фильма связали «Чудо-женщину» с Арисом. Таким образом, мы можем ожидать возвращения Антиопы, которая погибла в первой части, а также новых кадров с королевой Ипполитой в исполнении Конни Нильсон. Почти наверняка можно ожидать информации о том, как амазонки поживают в настоящем времени. Было бы интересно узнать, виделась ли Диана с родными после победы над богом войны в первой части. Другой мощнейшей деталью стал новый костюмчик «Чудо-женщины» – «Золотой орел». Режиссер Петти Дженкинс рассказала, что причина его появления – жирный спойлер, и очевидно, что такая броня не просто дань красоте. Возможно, гепарда слишком сильна и может навредить Диане, возможно, злодей каким-то образом ее ослабит, но главное, что броня будет важна для сюжета. Отдельно режиссер прошлась по крыльям. По ее словам, с ними было связано много споров. В комиксах они всегда являлись частью «Золотого орла», но там, как мы уже упоминали, Диана может летать, и это логично. Но в итоге крылышки решили оставить, и, возможно, в фильме именно они будут помогать «Чудо-девочке» летать. Ну а еще крылья будут выступать щитами. Это подтвердило Петти Дженкинс, в очередной раз намекнув, что Галь Гадот столкнется с чем-то, ну уж очень мощным. Как минимум, это гепарда, ибо даже в трейлере видны сразу две разных версии драки. Учитывая, что третий акт тизеры не спойлерят, наверняка нас ждет и еще один раунд противостояния. А возможно, появление легендарного невидимого самолета Дианы. Конечно, в кино подобная затея будет смотреться комично, но все же выход имеется. Всегда можно придумать какую-нибудь сверхсекретную разработку, которую «Чудо-женщина» сворует и присвоит себе. В конце концов, трейлер, но уж очень жирно намекает на необходимость невидимого самолета с сценой с радаром. Сомнительно, чтобы подобные отсылки включали просто так, и, возможно, нас ждет появление одного из самых противоречивых девайсов супергероев. Одно можно сказать точно, это будет очень мощно, ибо похвала проекту пришла от самого Зака Снайдера. Снайдер уже посмотрел фильм и заявил, что он очень хорош. К сожалению, сказать, когда посмотрим «Чудо-женщину» мы, пока тяжело. Фильм улетел с даты выхода летом, а позже улетел и с даты выхода в августе. Долгое время премьера была намечена на 2 октября, но испарилась и эта дата. В данный момент «Чудо-женщина» 1984 числится как фильм, который мы скоро увидим в кино. Warner Bros. держит руку на пульсе и мониторит ситуацию с открытием кинотеатров и сборами. В отличие от Disney, политика студии проста, они давным-давно заявили, что не будут выпускать ни «Довод», ни «Чудо-женщину» онлайн. «Довод», как мы в курсе, уже идет в кино, и вопрос лишь в том, устроят ли студию сбора эпохи посткарантина. Особенно острая ситуация стоит в США, ведь тот же «Довод», к примеру, установил рекорды проката во многих странах Европы и Азии. Но в США собрал всего 20 миллионов за уикенд, ибо кинотеатры крупнейших городов все еще закрыты. Для «Чудо-женщины» это двойная ловушка, ведь с одной стороны сначала нужно дождаться открытия крупнейших городов США и мира, а с другой после этого нужно дать хотя бы три недельки, чтобы «Довод» собрал в них хорошую кассу. Учитывая, что на дворе середина сентября, выход 2 октября становится практически нереальным. Возможен ли выход в середине октября? В целом да, но не стоит забывать, что на начало октября намечена премьера «Черной вдовы». Две недели для нашего времени слишком маленький срок, чтобы что-то собрать. Конечно, Дисней может отложить и «Вдову», так что единственный выход в данный момент – расслабиться и ждать новостей. Предсказать мы ничего не сможем. Вероятен также вариант, в котором «Чудо-женщина» 1984 займет дату выхода «Дюны» Дэнни Вильнёва. Этот фильм должен выйти в декабре, и если все будет плохо, то «Дюну» отправят на 2021, а Диане дадут ворваться в новогодний кинотеатр в декабре. Это, конечно, грустновато, но все же три месяца – не такая уж недостижимая дата. И очень скоро мы таки увидим похождения «Чудо-женщины» в кинотеатрах. И это очень здорово. До новых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин